добрый день дамы и господа вот решил снять такое видео сравнение микрометров старого советского и нового китайского как они по отношению друг другу начале были куплены вот эти китайские микрометры 0 20 от 0 до 25 миллиметров диапазон замера от 50 до 25 до 50 это для передних дисков тормозных для задних дисков тормозных микрометр почему микрометры потому что тангенциркулем который отдел последние замеры к сожалению нормально замерить не получается микрометрами живу это делается просто протираются диски потираются вот этим прижимные губки и отступать с 5 миллиметров от края тормозного диска делается замер до щелчка Чем интереснее микрометр, чем штангенциркуль, тем, что штангенциркуль вы прижимаете вручную, и там результат может варьироваться от правильности прижатия плоскости, от места, где вы замеряете, плюс от усилия, с которым вы, собственно, сжали штангенциркуль, то микрометр, он имеет трещуточный механизм, то есть он не позволит вам, скажем так, притянуть либо сильнее, либо слабее. То есть есть определенный момент затяжки, так скажем, как у динаметрического ключа. Ну что, давайте приступим. Я вот купил на Авито достаточно в идеальном, я бы сказал, состоянии ключ, микрометр, весь его разобрал, смазал полностью, старую смазку все удалил. Очень повезло, потому что хозяин этого микрометра, во-первых, и коробка, никаких трещин, повреждений не имеет, инструкция, паспорт совпадает с номером у 275, 275, паспорт. Микрометр выпущен в 91 году, 1900, естественно. Вот. Резьба в идеальном состоянии, губки в идеальном состоянии, проверим с шарикоподшипником плоскости в четырех точках со смещением, то есть результаты замеры идентичные были. Давайте посмотрим, как в диапазоне от 0 до 25 этот микрометр справляется со своей задачей. Вот мы крутим до щелчка, смотрим, что у нас выйдет. Вот, смотрите, идеально 0 на одной плоскости находится вот эта линия. То есть в минимальном положении, то есть микрометр отрегулируем. Давайте теперь выведем его на максимальное положение, это от 25 миллиметров. И попробуем калибровочным вот этим брусочком, который идет к большому китайскому микрометру от 25 миллиметров, провести замер. Посмотрим, сколько покажет этот русский, советский, я бы сказал, СССР микрометр. Так, вот мы выкрутили на 25 миллиметров, берем установочную вот эту меру. Понимаю, что надо в тисках это делать, но у меня, к сожалению, сейчас нет возможности. Так вот мы установили. 0. Видите, вот это 25 миллиметров. То есть 0. То есть русский микрометр справился. Он в максимальном диапазоне показывает 0 и в минимальном. Теперь посмотрим с этой мерой, как справится китайский аналог. Повторяю, что он тоже имеет те же допуски, те же шкалу. Ну, то есть вот этот, сейчас посмотрим, кстати, русский. Какие у него характеристики. Так, храните все, никогда губки плотно не смыкаете. Хранится даже на микрометре на расстоянии губки друг от друга. Так, все. Значит, посмотрим паспорт, характеристики. Так, цена деления 0,01 миллиметра. То есть 1 сотая. Предел допустимой погрешности. Плюс-минус 0,004 миллиметра. То есть 4 тысячи. Неплохо. Весьма неплохо. Класс точности, напоминаю, 2 у него написано. Так, берем китайца. Так, во-первых, давайте начнем с документа, что там написано. Так, вот документ. Тоже написано, что цена деления 0,01. Предел допустимой погрешности. Плюс-минус 0,004 миллиметра. Точно так же, как и у русского. Хорошо, давайте тогда проверим. Губки я не протеряю, потому что они уже протерты. Я недавно делал замеры. И их уже протер. Так, смотрим. 0. У китайского очень хорошо, что, видите, у него... У него быстро вот это откручивается. За счет вот этого маленьких диаметров. Очень быстро можно закручивать его и прижимать наоборот. Так, ну что, давайте посмотрим то же самое. Проведем такой же замер. Смерем 25 миллиметров. Зажимаем. И смотрим, вот видите. Не точно показывает. То есть вот у него 0... Он показывает 25,01. То есть на 1 сотую он врет. В максимальном диапазоне. Ну, сейчас проверим еще раз в 0 его сведем. Так ли это. То есть, может он уже в процессе регулировки ушел. Ну, покуда я им уже пользовался, он не уходит никуда. То есть, у него есть такая погрешность. Хотя написано 0,04. Нет, видите, здесь 0 четко сходится. Так что, вот видите, он не совсем такой точный, как СССР. Но, тем не менее, его точность, в принципе, в бытовом применении вполне заглазна. Так что, можете смело брать китайцев. Не переживать по поводу их точности. Вполне нормально. Этот вроде тоже у меня откалиброван. Сейчас посмотрим, как у него с нулем. О, 0. Отрегулированный инструмент. Так что, вот. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует.